Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Евгения Таро и сайт MagExpert.org. Сегодня у нас онлайн-гадание на картах Таро. Я буду применять для этого гадания золотое универсальное Таро. Уж очень мне эта колода сейчас нравится. Итак, сегодня гадать будем вот на какую тему. Это будет продолжение предыдущего гадания. Помните, мы там выкладывали вначале три карты и определяли, какие темы мы для онлайн-гадания будем затрагивать. И вот одна из тем, которые были нами выявлены, это внуки. Давайте посмотрим, будут ли у вас внуки, друзья мои. Принять участие в этом гадании могут люди в любом возрасте, я думаю. Не обязательно те, которые действительно уже в том возрасте, когда пора иметь внуков, а внуков все нет и нет. Можно, в общем-то, поинтересоваться и полюбопытствовать, даже если вы еще в школьном возрасте. Но, правда, не принимайте пока что ответы этого гадания за чистую монету и абсолютно вот так вот серьезно, без какой-либо доли скептицизма. Потому что это все-таки общие расклады. Это онлайн-гадания. Это больше формат развлечения в Ютьюбе. А если вам нужен действительно серьезный прогноз, лучше обращайтесь за личной консультацией. Потому что в этом случае вы получите действительно прогноз, сделанный именно для вас, а не для большого количества людей. Как вы понимаете, точность при этом может немножко пострадать. Ну что ж, я надеюсь, что вы уже настроились на этот вопрос. Может быть, вы уже даже выбрали цифру от 1 до 5. Потому что я обычно 5 карт из колоды беру для онлайн-гаданий. Бывает, конечно, что меня тянет больше или меньше карт вытащить. Ну, в последнее время давайте ориентироваться на 5 карт. Так, я перетасовала карты. И теперь будем вынимать из них 5 арканов. Так, 3 карты, 4 и 5. Так, внимательно еще раз посмотрите на лежащие на столе карты. И выберите именно ту, которая отзывается в вашем сердце. Ну, я надеюсь, что вы уже определились с выбором. И давайте смотреть ответы. Итак, если вы выбрали первую карту, однозначно ответ позитивный для вас. Да, внуки у вас будут. Выпала карта солнца, старший аркан. Детская карта. Причем, смотрите, какой прекрасный голопузый малыш. Отличная карта. Просто великолепная. Насчет количества детей. Давайте пока что не будем заморачиваться, а просто получим ответ да или нет. Вот солнышко однозначно да. И детей может быть более чем один. Ну, чаще всего вот один ребенок по этой карте бывает. Давайте следующую карту открывать. Так, будут ли внуки у вас? Ну, выпал король жезлов. Король жезлов, в общем-то, может олицетворять то, что да, у вас будет внук. Скорее всего, мальчик. Так, следующая карта. Будут ли внуки у вас? Выпала карта справедливость. В принципе, не могу однозначно ответить ни да, ни нет. Потому что здесь все упирается в ваши кармические наработки какие-то. Потому как эта карта, в общем-то, отвечает следующим образом. Что посеяли раньше, то теперь и пожинайте. Если вы делали все необходимое для того, чтобы в вашей жизни было продление вашего рода, если вы как-то над этой темой работали, как-то в это вкладывались, ну, берегли здоровье с молоду, да, передавали хорошую наследственность своим детям, и ваши дети благодарны вам за ваше какое-то благословение, может быть, за ваши подсказки, за вашу мудрость, за вашу поддержку, и вы сделали все необходимое для того, чтобы ваши дети были счастливы, и чтобы в их жизни был достойный партнер, и чтобы с этим партнером было продление вашего рода, тогда вы это получите обязательно. Высшие силы об этом позаботятся. Но если вы в прошлом делали все, чтобы испортить свое здоровье, свою наследственность, чтобы испортить отношения с детьми, испортить отношения с их женами или мужьями, то о каких внуках может идти речь, спрашивается. Даже если они будут, ну, вы вряд ли найдете с ними какой-то общий язык, и вряд ли будете с ними активно и близко общаться. Вот в чем дело. Поэтому если вы еще сейчас не в том возрасте, когда уже пришло время думать о внуках, а еще очень-очень молоды, и принимаете участие в этом онлайн-гадании из любопытства, то вот вам совет. Вкладывайте всю свою душу в то, чтобы сохранить свое здоровье, чтобы передать будущим поколениям хорошую наследственность и хороший пример для подражания. И тогда вы получите воздаяние в виде благодарности ваших детей будущих и впоследствии ваших внуков и правнуков. Ну, а если вы ведете другой образ жизни, то потом пеняйте только на себя, друзья мои. Что я вам могу еще сказать? Так, хорошо, давайте дальше посмотрим. Следующую карту. О, вас я поздравляю, да, дети у вас, имеется в виду, внуки обязательно будут. Вот, пожалуйста, Паш Кубков выпал. Детская карта, прекрасная карта. Ну и, наконец, последняя карта, если вы выбрали ее, вам выпала пятерка Пентаклий. Со здоровьем не все в порядке. И, может быть, с вашей стороны нет достаточной материальной поддержки вашим детям для того, чтобы у них появилось потомство, чтобы у вас были внуки, а потом, может быть, и правнуки в дальнейшем. Вот здесь как-то не очень перспективно выглядит ситуация. Поэтому пообещать вам внуков, если вы выбрали эту карту, не могу, друзья мои. Ну что ж, на этом я буду, пожалуй, заканчивать. Если у вас останутся вопросы, пишите их в комментариях. Будем обсуждать. В любом случае подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Обязательно ставьте лайки. Мне всегда это приятно. Это ваша поддержка и мое вдохновение, если можно так выразиться. И, ну и как обычно, я с вами не прощаюсь. Давайте встретимся в следующем видеосюжете. Ну а пока-пока и хорошего вам настроения. Чао.